В кабинете начальника Слободского отделения ГИБДД в субботний день необычно много женского пола. И нарушение правил дорожного движения здесь вовсе ни при чем. В преддверии 8 марта всему причина. В преддверии 8 марта мы решили провести конкурс под названием Мисс ГИБДД. Значит, сегодня в нем участвуют жены сотрудников ГИБДД. Решили просто сделать праздник, праздник для наших милых дам. Похвальная инициатива, но праздник да не просто. Для начала этим самым милым дамам предстояло вспомнить основу оказания медицинской доврачебной помощи. Участницы попали в конкурс по просьбе своих вторых половинок. Отказать супругам женщины не смогли. Сказал, приказы не обсуждаются, чтобы команды было побольше. Самый сложный конкурс был какой из тех, что вам отходили? Автодром, наверное, там давно не ездили. Когда права получили, тогда последние связи. Возможно, и билеты. Билеты решала тоже много было ошибок. Знаки многие поменялись. Вы воспринимаете это как серьезный конкурс или все-таки больше как такое праздничное, шуточное мероприятие? Шуточное мероприятие с девизом «Главное участие». Тедание, кстати, довольно сложное. Я даже не уверена, что я тут все правильно ответила. Это надо знать. Следующий этап – проверка знаний правил дорожного движения. Все как на сдаче экзамена. Время ограничено, никаких шпаргалок. Конкурсантки один на один со своими знаниями и компьютером. Заключительный этап, которого боялось большинство – миссис – автодром. Фигуры те же, но большинство не было на автодроме с момента сдачи экзамена на права. Сначала мы вот здесь вот разворачиваемся, вот здесь вот старт, это значит разворот. Потом в гараж, из гаража горка, после горки змейка и после змейки свекровен карман. Подобный конкурс в ГИБДД Слободского проводился впервые. И для начала к участию привлекли жен сотрудников лишь этой службы. В планах традицию продолжить с участием вторых половинок сотрудников и других служб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова